Вот этот вход антенный, значит здесь это выход HDMI HDMI выход, да, тут output и видео вот это вот, значит композитное. Левый и правый канал Всем привет! Привет! С вами Вольфрам, первый ярославский видеоглубер. Все мы знаем, до июля 2019 года вроде планируют полностью вообще перейти на цифровой формат. Ну, в принципе, это правильно. Во многих странах действительно переходит. Уже давно, давным-давно перешли на цифровой формат. Даже радиостанции в некоторых странах вещают чисто в цифровом формате. Вот. У тех людей, у которых нет телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2, приходится им покупать цифровые приставки вот этих. Сейчас все новые, в принципе, телевизоры идут с поддержкой уже этого стандарта DVB-T2. И ничего не надо купать, ничего. Просто антенну воткнул и в телевизор будут там принимать 20 каналов. Ну, у кого нет, у кого старые там CRT вот эти телевизоры, да даже и жидкокристаллические телевизоры есть. И там многие, они не поддерживают DVB-T2. Они поддерживают DVB-T. Вот первые телевизоры вот эти, ну, 6-летние, 7-летние давности, они только DVB-T поддерживали. А решено было вот всю эту цифровую картинку, все эти телеканалы передавали в DVB-T2. И приходится покупать, значит, людям приставки вот такие. Приставки стоят, грубо говоря, от 800 рублей, 1000 там, 2000, там можно за 3000 купить. И я, значит, приобрел вот такую приставку DEXP HD 1813P. Она стоит 999 рублей. Я приобрел ее не для себя, не как-то телевидение, вообще вот это телевизионные каналы как-то по боку. Если есть какие-то интересные передачи, можно скачать в интернете, фильмы и все такое. Приобрел ее для себя. Что вообще хочется от этой приставки? Хочется, конечно, чтобы она работала долго, без лагов, без всяких, не зависала, был нормальный звук. Вот я бабушке покупал приставку цифровую, это еще было года 4 назад. Там, значит, звук по этим тюльпанам, по обычному подключению, вот и композитным входам, фонил, фонил. Фон был такой заметный, купил HDMI кабель, все, этот фон исчез. Ну, в принципе, приставка так нормально работает, более-менее так и без зависаний. Все, есть там небольшие баги. Вот, значит, в данный момент я, значит, приобрел вот эту приставку, как я уже сказал, не для себя. Не для себя. Вот, размером она с пачку Беломора. Да, кстати, здесь блок не встроен, там, вернее, блок питания встроен. Уже вот здесь он не находится. Так, сейчас я... Вот, значит, такая приставочка. DEX-PT2. Вот, вход антенный, значит, здесь... Это выход, HDMI... HDMI выход, да, тут output. И видео, вот это вот, значит, композитное. Левый, правый канал. Какая-то фигня прилипла. Что характерно, характерный такой китайский какой-то запах пластмассы. Он, кстати, даже в обуви есть такой запах пластмассы. Здесь это USB разъем. Ну, имеется в виду, что можно проигрывать там какие-нибудь MP3-файлы, DVX-файлы. Но по отзывам все эти приставки грешат тем, что не все MP3-файлы поддерживают. Там нет такого мультивоспроизведения. Возможно, там надо кодеки чисто MP3-шные, а острый звук не проигрывается. Ну, есть какие-то заморочки, вот такие. Так. Обычные вот эти, да, композитные. Композитный шнур, вот эти тюльпаны. Левый, правый. И вот это видео, да, желтый. Все. Такие тюльпаны, в принципе, можно самому спаять. Даже из витой пары купить там в каком-нибудь чипе-н-дипе. Вот эти тюльпаны и спаять любой длины. Ну, конечно, не любой длины, потому что если вы спаяете там метров 7, не протянет аудио, вообще сигнал не потянет. Там, может, изображения, звука не может, не будет. Я, конечно, в магазине покупал, когда ДНС был в магазине, все проверил. Ну, как проверил, значит. Я бы сказал, что включили питание, чтобы индикатор зажегся там. Проверил пульт включения-выключения. Кстати, батареек там не шло. Купил вот такие вот батарейки. Что я думаю об этом магазине ДНС, да. Что я думаю вообще, наверное, это какой-то позор. Вот сколько будет стоить, вот, допустим, это протянуть кабель, вот этот телевизионный, и вывести антенну на крышу? Сколько это будет стоить вообще в деньгах? Ну, рублей 500, если так говоря, грубо. Если там, ну, тысячу рублей. Грубо говоря, тысячу рублей, какому-нибудь человеку там нанять, вот, чтобы протянуло антенну, чтобы можно было проверить в этом магазине ДНС, что телевизор принимает кое-какие каналы, что он как-то работает, что у них нет проверки вообще оборудования, вот, действительно, этих цифровых приставок. Вы предоставьте, действительно, проверку. Ну, что они сказали? В течение трёх-четырёх дней можно просто поменять эту приставку, если она там не работает. Это просто так. А если уж там больше, надо отправлять на экспертизы. Мало ли там что там, чего там. Ну, бред вообще. Это какой-то позор, позор, позор. Вообще, это дичь, это дичь. Дичайшая дичь. Так, ну, книжка, конечно, здесь есть. Тут ничего такого особенного не написано. Меню, какие-то основные настройки, автонастройка и всё такое. Понятно, конечно, что за 1000 рублей они там особо хорошего ресивера не соберут. Что ожидать там, что он может накроется, может, там оно будет греться, зависать. Но, конечно, извините меня, вот я покупал машинку для стрижки за 350 рублей. За 350 рублей купил. Она служит 6 лет. Уже подстрижено неимоверное количество человек. И она, в принципе, до сих пор работает, но буду покупать новую. Также и за 1000 рублей, в принципе, можно собрать хороший ресивер, нормальный, который будет работать и год, и два, и три. Если уж вы собираете дерьмо из говна и палок, уж не выпускать его в продажу, не допускать его до продажи, там, продавайте, там, собирайте на полторы тысячи, там, за 1700. Ну, вот, что-то такое у меня отношение вот к этим всем ресиверам. Надеюсь, конечно, он будет работать, я его подключу к антенне, поймаю какие-то каналы, если что, пойду менять. И там сообщу уже, отдельное видео вообще сделаю по этому поводу. С вами был Вольфрам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дислайки, комментируйте, и дальше будет интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok